Всем доброго времени суток! Вы на канале Калейдоскоп Вестей. Сегодня ушел из жизни известный актер театра и кино, режиссер Армен Джигарханян. Ему было 84 года. Причины смерти не сообщаются, но известно, что минувшим летом он перенес инсульт. Джигарханян – легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей – горбатый из фильма «Место встречи изменить нельзя». За последние годы режиссер не раз был госпитализирован. В 2016 году он попал в больницу с подозрением на инфаркт, а в 2018 году его увозили в больницу пять раз. Один раз прямо из театра и тоже из-за проблем с сердцем. Джигарханян даже впал в кому, но вышел из нее. В августе 2019 года у артиста случилось обострение на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. У него диагностировали тяжелую аритмию, прооперировали и установили кардиостимулятор. Актеру стало лучше и из больницы его забрал пасынок. Летом этого года у Джигарханяна случился инсульт. Как говорили его родственники, он был вызван сидячим образом жизни, который актер вел из-за карантина. Вдова актера рассказывала, что последние три года Армен Борисович почти все время находился в инвалидном кресле. Армен Джигарханян внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый снимающийся актер. Он сыграл 283 роли в кино. Колоритная внешность, запоминающийся голос и актерский талант всегда привлекали режиссеров. Вспомним 12 самых знаменитых ролей артиста. Здравствуйте, это я. Фильм вышел в 1965 году. Джигарханян появился на экранах в роли молодого физика Артема Манделяна. Роль сделала его знаменитым. Операция Трест. 1967 год. В этом фильме Джигарханян сыграл чекиста Артузова. Новые приключения неуловимых. 1968 год. В знаменитой трилогии Эдмонда Киасяна Армен Джигарханян сыграл штаб с капитана Овечкина, который запомнился зрителям характерной мимикой лица. Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» вышел на экраны в 1975 году. В этой комедии актер запомнился зрителям как судья Крикс, опекун двух девушек Бетти и Энни. «Собака на сене» 1977 год. В этой музыкальной комедии актер сыграл Тристана, друга и слугу молодого дворянина Теодора в исполнении Михаила Боярского. «Место встречи изменить нельзя» вышел в прокат в 1979 году. В этом фильме актер сыграл главаря банды «Черная кошка» Горбатова. Это была одна из самых известных ролей Джигарханяна. Тегеран, 43, 1980 год. Армен Борисович воплотил образ наемного убийцы Макса Ришара, который написал мемуары. В фильме «Паспорт», вышедшем на экраны в 1992 году, актер сыграл роль эмигранта Семена Кляйна, бывшего спецназовца, который уехал из СССР в Израиль, но скучал по родине, и даже устроился работать в рефрижератор, чтобы помнить о русских морозах. В комедии Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» Армен Борисович сыграл крестного отца и мафиози Козюльского. Фильм был показан в 1995 году. В сериале «Королева Марго» 1996 года актеру достался образ палача. В фильме «Дон Кихот возвращается» 1997 год Джигарханян сыграл Санчо Пансу. В постсоветское время одной из самых ярких ролей актера стал образ криминального авторитета Гургена из сериала «Бандитский Петербург». Также Армен Джигарханян очень часто озвучивал мультфильмы. Если вы любили этого актера и вам нравились фильмы с его участием, поставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok